Привет, сестренки. У меня два извинения. Первое, прошу прощения за задержку ролика и второе, прошу прощения за качество звука. Мы докупим обязательно новую петличку, но мы не ожидали, что качество будет настолько разительным. Сорян. Всегда будут сотрудники, которые будут вас обманывать, предавать, воровать базы, делать самое плохое, что вы можете себе представить. И всегда будут сотрудники, которых я называю ангелами. Это люди, которые будут оставаться с вами до конца и очень часто это люди, которые формируют ваше ближнее окружение. Примерно как формируется жемчужина в раковине у моллюска, примерно также формируются и сотрудники внутри вашей компании. Туда попадает сначала песчинка, со временем она превращается в красивую, большую, драгоценную жемчужину. Одной из этих жемчужин стала директор по продажам сейчас у нас. Она руководит продажами, вообще отделом поддержки, отделом связанным, все со всем, что связано со звонками, мессенджерами и так далее. Это Мария Назарова. Она, если вдруг прямо сейчас вы напишите в службу поддержки, ее работа полностью зависит от того, в хорошем ли настроении у нас сегодня Маша. Да, Маша? Спасибо. Маш, расскажи, пожалуйста, о том, ты в компании работаешь с 2014 года. 14 года, да. Получается 6 лет, но с паузой. Да. Расскажи о том, как ты пришла к нам, как это произошло. Опиши, если у тебя есть возможность свои мысли, эмоции и сомнения. Для чего вам это нужно? Для того, чтобы вы поняли, как бы вы надели на себя шляпу и думали, как сотрудник, который приходит к вам на работу. На что стоит обратить внимание, на какие плюсы и минусы потенциальный золотой сотрудник, я считаю Машу однозначно одним из лучших сотрудников сети, обращает внимание, как он реагирует. Мария, итак, ты приходишь к нам на собеседование в 2014. Кто тебя собеседовал? Ты и HR на тот момент, я не помню, как ее звали. А, у нас был HR. Да. Задавали вопросы все, как положено, про солнце и луну и так далее. Было пять собеседуемых людей. Трое просто, ты сказал, до свидания сразу. Да, осталось двое и в итоге прошла одна я. Там по итогу скриптов. А ты, насколько я понимаю, пришла в колл-центр, когда там работала только Марго? Да, одна Марго. Перед этим как раз ты всех уволил. Потом было пару стажеров, я стажер, стажировала стажеров. И потом пришла Маша Назарова, мне кажется. Четыре дня она меня стажировала. И на пятый день я осталась одна. И на тот момент уже было три точно города. Это Уфа, Ростов и Краснодар. Уже был довольно большой поток. Я помню, у меня была куча бумажек, которые ты потом в один прекрасный день пришел, так скомкал и выкинул. Сказал, чтобы никаких бумажек, есть CRM, все нужно фиксировать в компьютере. Мне это было сложно принять, но зато ты меня научил. Насколько это… Да, у меня было правило такое. Я заходил либо к администраторам, либо в отдел продаж. Тогда он не был удаленный. И если я видел какие-то бумажки, которые лежали перед менеджерами, они все отправлялись сразу же в мусорку. Почему? Потому что очень часто бумажные носители теряются, рвутся, стираются, на них проливается кофе. И вся информация, над которой вы карпели, она исчезает. Поэтому я относился к тому, чтобы… Принципиально я всегда требовал, чтобы они либо печатали в CRM-системе, либо хотя бы открывали программу блокнот и печатали там. Насколько это тебе помогло и вообще, насколько это заложило? Или вообще это глупое требование? Я сейчас об этом понимаю, думаю. Потому что в момент, когда человек пишет, что-то у него какие-то нейронные связи. Я тебе, знаешь, сейчас скажу, когда они видели админы, что приехала машина или твой голос, начинали это все сдирать, убирать все тетрадочки, потом такие сидели при тебе. А ты там пойдешь, что-то там да-да-да-да, все построил, заглянул, все нормально, ушел, они потом доставали. То, что они все равно, не знаю, это любовь, вот правда писать или что, найти бумажку, зафиксировать. Мне на самом деле помогло. Это правда удобнее, но на тот момент мне было очень сложно, потому что я, в принципе, все время до этого работала в общепите, в ресторанах. И с компьютером как-то, ну не прямо дружила. Я помню, как-то мы с Марго там что-то делаем, не помню. Переносили на новый сайт, и ты встал сзади и говоришь, Маша, вот Марго молодец, а ты что-то притормаживаешь. А я, на самом деле, ну не очень-то прямо дружила. Ну, конечно же, всему научилась. Окей, нет, вопрос про бумаги. Сейчас у тебя есть требования к твоим сотрудникам, чтобы они не держали под рукой бумагу, или ты не предъявляешь к этому? Я не предъявляю, потому что я недавно узнала, что они, оказывается, могут там что-то себе фиксировать в отдельном файле, не внося там в базу, ну то есть для себя там своих клиентов, чтобы их довести до конца, не внося в принципе, я узнала и, конечно же, сделала замечание, чтобы такого больше не было, а штрафом приградила, вот. Ну, а вот бумаги я никак не прослежу, они же дома. Ну, а ты, когда их адаптируешь сейчас, они пишут на бумаге, ты говоришь о том, что вам стоит всегда установить пункта свитчер, чтобы он запоминал вводимые вами данные, и при этом, чтобы вы… Есть программа, давайте для тех, кто не понимает, есть программа пункта свитчер, если у вас было так, что вы пишите, 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 бах, все исчезло, пункта свитчер, она делает перехват с клавиатуры и в специальном файлике-дневнике сохраняет все, что вы скопировали с буфера обмена и в то же самое время, что вы напечатали. Соответственно, если вы пишете что-то очень долго и боитесь, что это слетит, обязательно используйте пункта свитчер, эта программа на Windows такую возможность дает. Я настаивал на том, чтобы девочки ее использовали, опять-таки люди, которые работают самостоятельно, они очень часто берут инициативу на себя и говорят, да, ну да, вроде да, но нет. Оказывается, что даже не у всех ласт пасс есть, ну просто пароли не все сохраняют, когда чистят куки, мне заново нужно пароли вводить, ну как так? Ну, да, к сожалению, не проследишь, если они удалены. Окей, ты приходишь на собеседование, что тебя поразило больше всего? Ну, для меня было очень струсово, я сидела все мокрые, у меня были ладони и мокрые, потому что… Как сейчас? Нет, сейчас не мокрые, но стрессово. Было очень необычное собеседование, ну, во-первых, да, эти вопросы. Ну, в целом, ты вел собеседование довольно, мне тогда показалось, на тот момент агрессивно. Давай так, мы оба тяжелые, мы резкие, я чуть мягче, он еще резче. И, во-первых, во время собеседования как было, то есть тебя это, ты стрессанула, да? Почему ты решила остаться, потому что, ну, как бы, при первом знакомстве, если такой стресс был, что будет дальше? И оно тебя испугало дальше или нет? Ну, как бы, когда ты начала уже работать, было ли тяжело тебе с ним, со мной, ну, со мной меньше, да, в основном с ним? В общем, стрессанула, потому что была девушка, я помню, я прямо ее запомнила, она вся такая звезда, и Дима говорит, ты знаешь, что у тебя брови вообще трэш, с такими бровями нельзя ходить. И я просто смотрю на ее лицо, и у нее уже настроение падает, но в итоге она еще ни на один вопрос не ответила, и она первая, о которой ты сказал, все, до свидания, можешь выйти. Да, мне показалось на тот момент, что это ух, и когда я осталась одна из двух, мне это подстегнуло, я не испугала, наоборот, мне стало приятно, то, что я такая молодец, вот, плюс со скриптами впервые я столкнулась, мне тогда дали тоже изучить скрипты перед тем, как приступить к работе. Ты была, новый поток, перед тобой людей уволили, я не сказала, это невозможно вообще в принципе. Насколько тебе было прям сложно по десятибалльной системе изучить скрипты? Ну вот прям. Да, честно, не знаю, может мне сейчас так кажется, но по-моему вообще не сложно. Прикол, да? Правда, я распечатала их, ну прям вот так вот много, села на кровать, обложилась и звоню. Настя, по-моему, ее звали, Ричард. И просто нужно до этого пару раз почитать, и все, ты знаешь, где сориентироваться, куда подглядеть. Точно так же во время звонка потом знаешь же, куда подглядеть. Смотрите, по поводу скриптов. Вы все еще можете купить скрипты, в описании к этому видео будет ссылка, где это можно сделать. Это действующие скрипты нашего колл-центра. Маша подготовила их вместе со мной, и мы вам их передаем. Откуда такая фантастическая щедрость? Я вам расскажу откуда. Первое – это то, что вы, скорее всего, не сможете их использовать, как не смогли использовать девочки, которые были в колл-центре до этого. И второе – это то, что даже не смотрю на то, что у вас есть скрипты, это всего лишь одна часть большого пазла, к сожалению. Но так или иначе, если у вас… Давай так, я спрошу, я такой вопрос задам. Как ты думаешь, без скриптов и со скриптами какая разница в конверсии? Во сколько раз людей бы меньше записали, если бы мы не использовали скрипты? Ну процентов, наверное, 30 точно. Потому что без скриптов могут работать уже опытные сотрудники и новички, но это будет вообще… Это будет просто сплошной слив клиентов. Еще раз. Опытные сотрудники могут работать, потому что они уже знают скрипты, и их не надо контролировать. Так или иначе, с Машей невозможно спорить, как и с Барышевой. Это люди, с которыми невозможно выйти на конфликт. Как ты с мужем вообще живешь? Ну, в смысле… Расскажи, вот мне очень интересно, как прошла твоя профдеформация. Тебя же деформируют, и ты сейчас слушаешь, не перебиваешь, хотя любая другая женщина уже бы давно меня перебила. Ты действительно пытаешься меня понять? У меня вопрос. Профдеформация работы в колл-центре, когда ты принимаешь, сколько ты звонков принимала в среднем? Я сейчас не могу сказать. Очень много у нас звонков. У нас было в день по тысячу задач в автодозвоне. Ну, бывало, мы не всех обрабатывали, но очень. Ну, не знаю, звонков, наверное, триста. Триста звонков ты принимаешь в день, общаешься условно с трехстами людьми. У тебя вырабатываются четкие паттерны и нейронные связи в голове, которые помогают тебе достаточно быстро тушить конфликты, находить общие точки интересов и понимать людей, которые находятся даже без их мимики. Как тебе это помогло в твоей личной жизни? Или ты не фиксировал это? Ты анализировал когда-нибудь? Мне повезло с мужем, потому что он, в принципе, по-моему, еще мягче меня. Я всегда больше сглаживал углы, но им, моей семье, меньше везет, чем клиентам, к сожалению. То есть, в своей семье ты другую ролевую модель занимаешь? Ну, периодически, да. Но в жизни с другими людьми, не клиентами, не семьей, это очень помогло мне. А приведи пример. Да, наверное, где-нибудь, в магазине, там, где угодно. Да-да, просто везде абсолютно. Даже сейчас ничего в голову не приходит. Окей. Значит, ты приступаешь к работе. Да, то есть, если вы хотите скачать скрипты и вы хотите использовать их, что такое скрипты? Это речевые модули, которые помогают вам правильно провести клиента от момента интереса к вашей процедуре до момента покупки. Не манипулируя им, а сделав так, чтобы в вашей беседе, в беседе, как у хорошего оратора, было минимум пауз, вывели беседу, клиент мог бы спокойно с вами общаться, ему было это делать приятно. По поводу сотрудников. Ты работала и в офисе, и ты в то же самое время работала, когда мы перешли в онлайн. Маша работала рядовым сотрудником, руководителем колл-центра де-факто, наверное, был я, да? Да. Ну, помощник твой был Олег Глубаев, он очень много времени с нами проводил, помогал нам. Я, кстати, помню тот момент, когда ты в один день предложил Марго стать директором студии, а мне руководителем колл-центра. Олег тебе сказал в токоморке, где мы кушали маленькой, что Маша так себе вариант, она не продажник. Ну, ты всегда любил, что была правда на виду. Ты позвал меня и говоришь, Маш, вот Олег считает, что ты будешь плохим руководителем. Ты так считаешь? Я говорю, нет, конечно же. Мне было, мне хотелось доказать, что нет. Ну, давай попробуем. Окей. В оффлайн колл-центре ты была руководителем? Я начала, ну, я перевела Диану онлайн, на удаленку, и мы тестировали на ней, Костенецкая. А когда уже шел основной набор, я как раз ушла. А по поводу ухода Маши, колл-центр, вообще работа в колл-центре, это штука, которая ужасно выжигает, во-первых, а во-вторых, Маша у нас счастливая мама, и ты до скольки работала? Ты ушла же в декрет у нас? Нет, я два раза уходила. О, два раза уходила. Ты забыла, она уходила в этот, вот, еда, еда. В сетевой, ну, химия. Нет, я просто, на тот момент. Запусти, пожалуйста, Ир, чувака. Это Джек Рассел Терьер, мутант. Всё, сиди со мной. Первый раз, почему ты ушла? Первый раз, ты правильно говоришь, я действительно выгорела. Я даже так тебе прямо сказала, набралась смелости, сказала, говорю, вы с Леной довольно сложные. И, ну, я правда, я очень много времени уделяла работе. У меня так же был график 5-2, плюс выходные дни, всё время была на связи, иногда приезжала в офис. Ну, как бы, сетевой, да, присутствовал, ну, это было не основное. Просто я первый месяц-два, в принципе, нигде не работала. Ты не застала тот момент, когда мы автоматизировали и засовывать начали всю эту воронку в систему автообзвона в Астериск. Почему? Я вместе с Алтаевым, со всеми, мы это всё разрабатывали, да. А почему, от чего ты устала, обрабатывала пропущенный? Потому что там же на автомате всё идёт. Нет. Бумажки просто собирала, да, там сидя. Нет, в целом, я потом, я же говорила, набрала смелости и сказала тебе о том, что довольно сложно. Я помню, 8 марта, это понедельник, вот это была моя какая-то такая, прям, вот я психанула. Я попросила у тебя выходной. Я говорю, Дима, можно я три дня выходных возьму? Ты сказал мне, почему-то нет. А я прям почувствовала всю свою усталость. Я говорю, всё, я, наверное, буду увольняться. Вот. На тот момент мне, правда, в сетевом тоже обещали золотые горы. Ты мне не разрешал там… Совмещать. Да, потому что ты мне говорила, я искренне считаю, что не может человек сразу два дела хорошо вести. Вот, но… Давайте я дам ремарку. Маша, до сих пор… Ты до сих пор там? Я зарегистрирована, но у меня там просто сейчас нет времени, я не строю ни команду, ничего. Во время декрета очень мне помогала эта компания. В общем, Маша является адептом НЛ сразу. Для меня, знаете, это такой флажок опасности, что аляром человек не совсем адекватен, но я всегда говорю о том, что я могу ошибаться, я всегда могу быть неадекватным. И в случае Маши я ошибаюсь, потому что Маша прекрасный сотрудник и прекрасно совмещает свой НЛ. Более того, она… Наверное, она благодаря НЛ похудела. Давай устроим рекламную интеграцию НЛ. Сколько ты сбросила? Ну, так, если до беременности, да, я весила где-то 70-73 бывало, то сейчас 59-58 иногда. Больше 10. Она сильно изменилась и, как она утверждает, благодаря НЛ. Я верю в то, что НЛ здесь ни при чем. Я все еще топлю за то, что НЛ – это просто комбикорм, который пытаются продать втридорого, опять-таки, используя неправильные, нечестные техники манипулирования. Ты же, кстати, понимаешь это. То есть, ты с точки зрения руководителя колл-центра, ты же понимаешь, что они при обработке своих адептов используют манипулятивные техники. И ты видишь это. Техники вижу, но в продукт верю. Мне он действительно нравится. Ну, давайте не будем об этом. Окей, хорошо. Чтобы у тебя конфликта интересов не было, мы тогда это не будем трогать. Я сейчас там вообще не активна, я просто зарегистрирую. Если это так хорошо, почему ты не активна? Ну, если это такой хороший продукт, если это такая хорошая возможность для девочки зарабатывать, почему ты не активна? В общем, я там тоже перегорела. Почему? Потому что у меня были моменты, когда я во время декрета, когда я очень активно строила структуру, набирала людей, мне все это нравилось, у меня прибавлялся доход. Но люди бесконечным потоком просто точно также перегорают, кому-то перестает это нравиться. Кто-то посмотрел какое-нибудь там видео. Разоблачительное видео. Да, ну, вот этот постоянный перебор людей. Ну, я тоже от этого стала от людей просто. Окей. То есть, первый раз ты ушла, выгорела и при этом занялась сетевым. Как ты попала во второй раз? Во второй раз я пришла через полгода. То есть, на сетевой никогда не был моим основным каким-то. Я попробовала себя в Аяксе. Ты же работала, подожди, ты же работала еще по холодным звонкам, ты рассказывала. Ну, вот, Ваякс, холодные звонки. Расскажи про этот треш. Телетрейд, это биржа. Ооооооо. Это вообще не мое. Я просто, они нам давали базу, которую они покупали в Сбербанке каким-то образом. И все, там, какие-нибудь пенсионерки поднимали трубки. Я должна была их звать на встречу, чтобы рассказать, как выгодно В общем, там действительно, вроде бы, можно было заработать, но я в этом еще не соображала, и когда у нас там были обучение еженедельное, я просто засыпала на этих уроках. То есть, я так понимаю, что это такая полумошенническая контора, которая предлагала услуги своих как брокера для населения? Да, да. Окей, это «Волкс Уолл Стрит», а много? Да, я там пробыла всего лишь полтора месяца. Очень быстро выбираешь, да? Как только поняла, что вообще произошло. Как часто тебя посылали по телефону? Просто ежедневно и практически каждый второй звонок. Ясно. Ну, люди не ждут вообще от меня такого предложения. Тяжело очень работать. Да, потом я тебе позвонила, набралась храбрости, говорю, возьмите меня назад, но я в качестве руководителя все еще не хотела. Плюс я знала, что я планирую беременность, и во время беременности мне хотелось тоже такого спокойствия. Руководительство – это все равно стрессовая ответственность и так далее. Окей. Ты сейчас, ты ушла в декрет, в декрете, тем не менее, ты продолжала работать и ты принимала звонки спустя год, наверное, да, ты вышла? До 8 месяцев беременности, да, почти до 9 месяца беременности я ушла. Да, я работала оператором. Хотя ты там предлагал мне тоже. После, ну, ты не хотела брать на себя ответственность, потому что это кризис, это кортизол, это стресс и так далее. После того, как ты родила, ты достаточно быстро тоже вышла на линию, ну, через год, наверное, да? Нет. Нет? Я вышла вот только в декабре месяце, моему сыну в ноябре исполнилось 2 года. Я 2 года была. Окей. Я пыталась выходить на подработку, там, постингом занималась с Дашей Петренкой, но это было так очень кратковременно. Вы даже на работе мы не знали. Не знали. Сейчас ты руководишь не просто колл-центром, то есть ты руководишь еще и отделом удаленной поддержки. И мы готовим сейчас большую, большую такую реформу внутри отдела продаж, и мы будем загонять все в мессенджеры, все будут автоворонки, все, роль колл-центра будет все более, более, более низкая, но при этом роль сотрудников удаленной поддержки, она будет все больше и больше увеличиваться. Почему ты сейчас согласилась быть руководителем? Ну, я почувствовала, что на данный момент я смогу, мне это интересно. А напряженность работы, вот то, что мы работаем уже достаточно долго, достаточно давно, у тебя градус накала страстей внутри отдела, он снизился, или тебе тяжелее работать, или легче работать стало, если сравнивать, например, с тем, что было 3 года назад? Мне легче гораздо стало, именно эмоционально, не знаю почему. Я сейчас вернулась как к себе домой, вот честно. Окей. Ну, по нагрузке, да. Как бы… Есть ощущение, что ты просто хлебнула в других компаниях чего-то такого, что в сравнении с нами вообще ужасно и у нас прекрасно? Да, конечно. Это интересный пример, как перетекает профессия из одного русла в другое. Потому что раньше операторы удаленной поддержки, которые занимались звонками, они… ну, это было все, это сердце нашего бизнеса. Сейчас их значение все больше и больше падает, мы интегрируем сейчас ботов, автоматические воронки, операторов поддержки, которым требования уже не такие жесткие, они могут просто копипастить, копировать, вставить ответы, понимаете, нужные, из блока. Соответственно, грамотному продавцу всегда найдется место на рынке, но значение специалистов по продажам становится все менее и менее весомым в современной компании из-за того, что компания автоматизируется, добавляются автоматические воронки, ватсапы, телеграммы и прочее. Посмотрите на то, как доставляет SDEC, он делает очень круто, он найдет вас в любой социальной сети, доставит вам обязательно уведомление о том, что дорогой вам едет груз, и посмотрит, вы это уведомление прочитали или нет, и сделает вывод, стоит ли вам звонить, и звонить вам будет тоже автоматический робот. Короче, смысл в том, что Маша находится, она, наверное, сейчас это не понимает, но она находится сейчас на таком распутии, и следующий шаг, который она сделает, для нее будет важен с точки зрения изменения своих профессиональных навыков. Она должна больше раскрыться, как руководитель, она должна и уже наверняка начинает общаться с сотрудниками IT-отдела, которые интегрируют эту всю бизнес-логику. Более того, дальше она эту бизнес-логику будет распаковывать, развивать, как кровеносные сосуды растут внутри организма, так же внутри организма будут расти бизнес-процессы, связанные с мессенджерами. Это очень интересный вызов. Итак, Маша – это один из сотрудников «Ангелов». Вам нужно искать, если вы захотите растить внутри компании таких людей, какими чертами эти люди отличаются. Первое – это способность к диалогу. Мы спокойно общаемся с Машей, она меня слышит, она пытается меня понять, она меня понимает, и она реагирует, дает обратную связь. Второе – она эмоционально стабильна. Когда Маша привела пример, что я говорю, трэш у тебя на лице, все, что я хотел этим сделать, я хотел толкнуть. Еще раз, в момент собеседования у меня крайне мало времени на то, чтобы спровоцировать человека на стресс. Это сложно сделать. И я всегда помещаю человека в эту стрессовую ситуацию, смотрю, как он ведет себя внутри. Если я его толкаю, он, как Ванька-встанька, как неваляшка, отталкивается обратно и становится стабильным, – супер, это человек, который вас устроит и в стрессовой ситуации вас не подведет. Если у него начинается истерика, слезы, дрожание рук, мандраж, этот человек не для вас, потому что всегда растущая компания – это стресс. Поэтому всегда выбирайте человека, который стабилен. И третье – это у этого человека должна быть энергетика, вы это чувствуете и харизма, вы это чувствуете, потому что зачастую эти люди будут формировать вокруг себя коллектив, а для того, чтобы управлять коллективом и формировать его, необходима энергетика, которая у возможного кандидата нет. Скажи, пожалуйста, ты 6 лет находишься с нами, понятно, что, наверное, сотрудники, которые находятся сейчас действующему, не совсем правильно рассчитывать на честный ответ, но как ты считаешь, на протяжении этих 6 лет мы давали тебе повод к оценке, что мы врем, обманываем, воруем или еще что-то делаем по 10-ти балльной шкале, да? Нет, нет. 100 процентов? 10 баллов, да. Ты веришь в то, что я в отношениях с партнерами или сотрудниками могу кого-то обмануть? Нет. А почему? Объясни. Ну, потому что я на себе это прочувствовала, да. Ну, есть моменты такие, что как на пороховой бочке, у тебя часто меняются идеи, и ты никогда на месте не стоишь, и всем, ну, большинству людей же удобнее по накатанной идти, я, наверное, не исключение, и тут бах, какое-то изменение. Ну, вот это вот страх, что не знаю, что будет завтра, но в целом, я всегда, ну, у меня получается сориентироваться и идти дальше. Но то, что ты обманешь, такое, ну, лично со мной никогда не было, и… Второй вопрос. Ты знаешь какой-то случай, когда я кого-то обманул или кого-то там пообещал одно, но не выполнил это? Нет, ну, не помню такого случая. Посмотрите на этого человека, он не врет. Я к чему это говорю… Убереги пистолет от ее спины, да. К чему я говорю, к тому, что очень-очень сложно… Еще раз, на протяжении всего сериала мы говорим о том, что нас предают, 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 предают. Люди, которые смотрят этот сериал, говорят, ребята, если вокруг воняет говно, может быть, вы обосрались? Мы оставляем за скобками людей, которые остаются внутри компании и не считают нас предателями, или там, обманщиками, или лжецами, или мошенниками. Я поэтому у человека, который остался, спрошу… Более того, я готов спросить у любого человека, который из компании ушел по какой-то причине, поступив неправильно и нечестно, как это сделали, например, наши партнеры, но они не согласятся на такое прямое интервью. Почему? Ответ простой, потому что они не смогут, глядя мне в глаза, соврать. Еще раз, для того, чтобы выбрать сотрудника, который был бы с вами достаточно долгое время, приносил вам пользу. Как ни странно, Маша находится с нами в симбиозе, она получает деньги, при этом честно выполняя работу, и мы платим за эту работу выше, чем в среднем в рынке. Но, очень важный момент, вы должны понимать, что у человека должен работать интеллект, для того, чтобы ту информацию, которую вы в него будете вкладывать, он умел обрабатывать. Если вы будете думать, знаете, как над теми вопросами, которые мы задавали в прошлом видео или позапрошлом? В позапрошлом. В позапрошлом. В позапрошлом видео относительно чего в окол, чего вращается, как мы принимаем сотрудников на работу, и как много тупит народа, который не отвечает на эти вопросы. Все говорят, да, вы просто работаете с тупыми, или да, разве это показатель, что человек будет хорошо работать. Еще раз. Если вы не поставите такой фильтр на дебилов, неправильно сказать, на людей со слабым центральным процессором в башке, у вас таких золотых сотрудников, как Маша, не получится. Хорошо. Маш, спасибо тебе большое за то, что ты пришла. В целом, ты могла бы назвать наши сильные стороны и наши слабые стороны как работодателя? Мне интересно. Сильные стороны, наверное, это то, что ты действительно не стоишь на месте в развитии. У тебя, не знаю, не голова, а какой-то генератор идей. Ну, на самом деле, сейчас не лезть. Я иногда думаю, откуда вообще это все уберется у тебя. Это, ну, безусловно, потому что всегда на шаг, а может быть, и на пару шагов впереди. Да там, наверное, 10 шагов впереди. Если мы говорим о студиях обычных, которые там, ну, как правило, открывают, кто девчонки, которые, ну, просто умеют делать этуаж, ну, у нас преимущество очень большое. Слабые стороны. У нас есть что-то, что, избавившись от чего, мы станем лучше? Ну, куда же еще лучше-то? Нет, я, нет, это будет, наверное, не объективно. Это будет не объективно. На этом мы заканчиваем опрос. Наша жопа вылизана. Мария, спасибо. Кстати, вот по поводу, чтобы улучшить, наверное, мне есть что-то в голове. Вот я сейчас уже читаю книгу Тони Шей, очень долго, который ты не порекомендовал, и там тема корпоративная, ну, этика, корпоративный, как сказать, мир внутри компании. Я так понимаю, что ты тоже хотел бы, чтобы так у нас было, но на данный момент у нас все равно, к сожалению, нет. Потому что вот как раз-таки тот момент, что каждый раз, как на пороховой бочке, сокращается колл-центр. Там у нас есть люди, которых там два-три раза увольняли, просто увольняли, потом звали назад. Потому что и в целом они все равно верные компании, они хорошие сотрудники, но вот этот момент хромает. Давайте я расскажу, я понял, о чем она. Мы не отмечаем праздники с Леной. Не потому, что мы свидетели Иеговы, мы можем затроллить, мы атеисты, мы не верим в Бога. Но мы не отмечаем праздники, потому что считаем это бессмысленными. Тем не менее, людям внутри компании очень часто это нужно. Это сплачивает коллектив, им надо, чтобы они отмечали день рождения вместе. Но это такая настолько чуждая для меня ДНК. Я не могу, когда я в чем-то не специалист, делать это хорошо. Поэтому, наверное, когда руководитель не отмечает праздники, очень тяжело самоорганизоваться. Мы организовывались, когда в одном городе все работали, сейчас это уже невозможно. Да, корпоративная культура страдает. И вторая черта, которая, наверное, делает меня немного, которая вредит, это то, что я паникер. Вот у нас ковид-19, закрывают все, все пропало, мы все умрем. В таком ключе. 15-й год, когда доллар. Да, да. Все тоже все уволили, половина. 15-й год, доллар скаканул. Я думаю, все, хана, кризис. Ставку еще поднял банк. Все. Уничтожаем колл-центр. И мы все расходы ровно в два раза урезали, а в 16-м году сделали рекордную выручку и прибыль по Краснодару в итоге. И у меня есть такая штука паникер. Я излишне параноидален. То есть я настолько переживаю, что придут тяжелые времена, что я сразу превентивно режу головы, расходы и так далее. Отрасти всегда пожалуйста. Но если вдруг на меня свалится непосильная ноша, я не могу сказать людям, люди извините, у меня нет денег. Потому что я не могу их обмануть. Я всем людям, которые работают внутри компании, я ни разу не недоплатил. То есть не было ни разу, когда я не сдержал бы свои ожидания, обещания и не выплатил бы всю зарплату. Опять-таки, если у меня будет огромный штат, а дела пойдут плохо, ребята, кто будет платить за все это счастье. Я из моего кармана. Я разорюсь, но выплачу. А зачем мне это? Я лучше порежу. Ты это имеешь ввиду? Да. Да. Но это моя неоптимальность. Я не знаю, как с ней побороться. Потому что я параноик в этом плане. И я всегда придерживаюсь того, что лучше перебздеть, чем недобздеть. Лучше отправить… Бдеть. Бздеть и бдеть. Родные слова по-моему. Перебздеть. Перебздеть. Я… Бздун и бдун. Конечно, пердун. Лучше перепердеть, чем недопердеть. Все. Ты об этом говоришь? Да, ладно. У нас даже был случай с Машей. Я, кстати, последний раз, когда реально пригорела у меня. Май. Все сидим на карантине. А у нас шесть человек работают в колл-центре. О, это был залёт. Да, я получила от Димы. Вопрос. Мне нихера не делают, да? Это видео будет? Конечно. И у них есть оклады, да? Да. Но только оклады, по сути, потому что процент продаж неоткуда брать. Почему мы их не отправили в отпуск? Потому что Маша не бздун. Что-то как-то жалко было. Но теперь я уже все поняла. Большие разговоры со мной не нужно на эту тему проводить. Да. Если бы есть выбор отправлять в неоплачиваемый отпуск себя или своих сотрудников, всегда выбирайте своих сотрудников. Это тоже урок. Маш, спасибо тебе большое. Я не вижу смысла больше задерживать. Если у тебя есть что-то, что ты хочешь сказать людям, которые только планируют нанять своего первого администратора или первого сотрудника, который будет принимать вызовы, скажи, пожалуйста, им это может быть полезно. Может быть, каких-то три совета, которым они должны следовать, каким должны быть операторы? Ну, оператор должен быть обучаемым. Потому что, к сожалению, не все. Как это проверить? Это в первый же день будет видно. После того, как он изучил скрипты. Это в первый день просто видно. Есть люди, которые просто один раз им показал, как работают все наши программы, компонент бронирования и так далее. И у них уже просто цепочка сложилась, куда упала сделка в СРМ. А есть люди, которые будут неделю тупить. У нас есть один сотрудник, который уже не работает. Она была вечный студент. И ее знают все. Все руководители регионов, они просто… То есть, это имя, он ассоциируется просто с провалом полным. То есть, если этот человек разговаривал, то там практически будет 100% какой-то косяк. А чего ее не уволили? Ну вот, уволили уже. При мне. А чего ее не уволили? Жалко. Уволили. Жалко. Жалко. Нет, уволили. Ну, это было до меня задолго, все это тянулось. Маша, спасибо за то, что ты приехала и нашла время. Мне очень повезло, что Маша осталась в Краснодаре, хотя мы видимся раз пять лет, наверное, с тобой, да? Да, последний раз, наверное, так. И если вдруг у вас будет желание, мы можем оставить контакты Маши, пишите ей вопросы. Маша, если захочет, может вам ответить. Все, что связано с наймом каких-то сотрудников. Ну, а сейчас я хочу вас познакомить с Женей. Это наш нынешний партнер в Краснодаре. И я задам ей те же самые вопросы. Как пришла, как она нас узнала, какие собеседования, потому что никто не… ну, очень мало кто проводит эти массовые собеседования, и они всех обычно… Ты же тоже их проходила? Да. И они обычно всех очень смущают, травмируют. У меня была не массовая, я была одна. А, ну ты потом сама много массовых проводила, да? В последующем. Ну ладно, как вообще ты о нас узнала, и когда это было тоже? Это было… нет, это было в 2000… конец 2016 года, это было до Нового года, да-да-да, зима уже. И я как узнала? Я классический клиент, который сделал там себе… ну, на самом деле это была не фигня, и прям вообще очень даже симпатично, когда я уже потом начала видеть другие работы. Но для меня это был кошмар-кошмар, потому что там в головке мне прокрасили с помощью татуажа плюс-минус там полтора миллиметра. Это была одна… вернее там полмиллиметра, наверное, одна была выше, другая ниже, и я пострадала месяц. И потом, ну, я думала, что делать? Я никогда больше не пойду на татуаж, плюс я еще лежала вот так вот. Я делала просто по совету в каком-то маленьком кабинете, это было не на дому, но это был просто мастер-одиночка, который там работал в каком-то салоне красоты в отдельном кабинете. И что? Я страдала ужасно все эти полтора часа, и потом еще весь период заживления, потому что я ходила как гюльчата, и у меня были настолько яркие брови, ну, прям вообще жесть, жесть. Короче, ты классический клиент, который искал где получше или что-то? Да, я начала потом искать, ну, то есть мне казалось, у меня асимметрично жутко, жутко, ну, я же говорю, полмиллиметра там было чуть-чуть, но… и уже начала гуглить, искать хорошую студию, причем хорошего мастера, ну, сначала отобрала тупо по цене, ну, так, где дорогая самая цена, надо смотреть их работы. Ну, посмотрела работы, работы мне тоже понравились. Вот. И пришла. На тот момент Аня Куцеволова была самый дорогой мастер в сети. Что там у нее, какая-то цена была? Я пришла, это было одиннадцать, по-моему, тысяч цена где-то, или двенадцать, что-то такое, стоимость одной процедуры. А ты записывалась заранее или прям вот завтра пришла? Нет. Ну, не прям завтра, но я позвонилась по звонку через неделю где-то, или там в течение недели меня записали. Вот. Я попала к Куцеволовой, и я, ну, Кане, я сказала ей, что это, ну, я ужасно боюсь, что у меня очень низкий болевой порог, и сейчас будет жесть, я заранее извиняюсь. Ну, я пыталась переубедить, но я не верила, пока не почувствовала. Ну, то есть, с предыдущими ощущениями месяц назад я понимала, что все, я вот… Вообще разные технологии, получается, да? Да, видимо, да, видимо, это была прям такая глубина нормальная, но мне повезло, там был какой-то такой, ну, серенький, но, видимо, не сильно. Ну, может быть, разные машинки, на тот момент я не знала. Вот. Короче, я на процедуре уснула почти. Ну, в общем, счастливая ушла. И мне понравилось… Я уже во время процедуры, я помню, начала задавать они вопросы. Я говорю, а как здесь? Что здесь? Ну, такая обстановка какая-то, что-то среднее между медицинским учреждением и там салоном красоты, вот такое внушает доверие. Ну, а я же ушла из медицины уже на тот момент, я уже не работала, но мне хотелось что-то такое вот и делать руками и в то же время быть немножко причастной вот к этому, да, к стерильности. Вот. И поспрашивала, ну, и все. На тот момент я вообще у меня в мыслях было… Это же было перед Новым годом, а новый поток на косметологию я хотела переучиться. Ну, только будет к концу года экзамен и все, как обычно, сдаешь там в ординатуру, интернатуру. И я об этом думала, но еще времени полгода и так поспрашивала просто. Думаю, допуслуга еще там. Я узнала у админа, когда все еще раз привезла еще на процедуру, маму я привела, но уже не была Ани, и она пошла к Лизе Колгановой. Вот. А пока я ее сидела, ждала на ресепшн, Кристина работала админом, и я у нее все расспросила, что тут как, требуется ли… А у нас уже школа работала тогда? Наверное. Когда я пришла, уже курсы были, а я где-то через месяц там, может уже… Ну, и ты задумала сразу прийти к нам работать или на курс? Или ты хотела, как многие, нас использовать и уйти? Ну-ка, расскажи. Ну, я же не знала вообще историю, но я… Реально, да, у меня мысли были, но не так, что прям использовать. Я думала прийти, поработать какое-то время, ну сколько, ну, я не знаю. Ну, как обычно, будет полтора, когда стал опытным, да? Вот. А потом, ну, уйти. Но у меня мысли были такие, я когда подписывала, тогда была история с займом вот этим. Ну, как не займом, а ты должен выплатить какую-то там сумму, если ты уходишь. Мы пытались защититься от людей, которые нас использовали. В какой-то момент мы придумали долговую расписку. Это когда люди, которые приходят в компанию и получают с нуля дорогостоящую профессию мастера по татуажу в одной из лучших школ страны, подписывают документ о том, что они берут у нас займ, который студия несла при обучении и подготовке мастера татуажа с нуля, в случае его ухода раньше, чем через год. У нас был опыт работы с ученическими договорами, но это дело долгое, мастера оспаривали их в суде и нам приходилось доказывать, что мы ни в чем не виноваты и вообще пытаемся вернуть деньги, вложенные в мастера. А эти люди обычно спустя полгода сурового и очень профессионального обучения становились одними из лучших мастеров на рынке в тот момент, пытались уйти работать на себя. Было постоянное ощущение, что нас используют. И, по-моему, 300 тысяч вот такое. Да, если ты уходишь, там даже срока не было, по-моему. Три года там было. Ну, не буду врать, не помню. Вот. Но я такая подумала, ну, блин, выплачу, окей, если я уйду раньше. Ну, вот, вот, как бы такие мысли были. Ну, а потом как-то закрутилось, завертелось, понеслось, и все, и как-то до сих пор косметология вздвинулась. Расскажи, как ты партнером стала? Партнером я стала. И вообще весь тернистый путь? Тернистый путь был таков, что я просто, видимо, у меня такое качество. Я работала в роддоме, я там жила. Потом я пришла сюда, я здесь жила. Ну, я здесь торчала каждый день, штриховала, рисовала. На секунду прерву. Это человек, который не художник, не имеет художественного образования. Просто, судя по тому, что тебя травмировало полмиллиметра, ты видишь хорошую симметрию. Да. Но у нее не было навыка штриховать. И это человек, то есть, когда говорят, вот, она же художник, там, или еще что-то. То есть, научиться можно, да, просто если ты будешь какое-то время жить на работе, да, всего-то. Научиться нельзя, я вот уже заметила по своим ученикам, только когда, ну, ты не видишь, что красиво, а что нет. Ну, все. Именно форма, как украсить, да. А сам штрих – это приобретаемый легко навык. Да. Но я, да, я не художник, и я не штриховала никогда. И для меня это было просто, просто мука мучительная. Еще на этапе, когда я дома на бумаге, мы же там сначала дистанционно нас преподаватели курировали. И я помню, я могу даже найти в Телеграме там свои первые штрихи – это жесть. Такие пятна и прочее. Да, да. Все я не понимала. И как-то я не понимала по… Ну, вот объяснение. Не понимала, почему у меня не получается. Ну, короче, я сто пятьсот раз думала, что это не мое, вплоть до того уже, когда даже стала топ-мастером. Спустя полгода где-то, да? У нас уже были тогда зоны? Мастера в студии находились в трех зонах по количеству ошибок – зеленое, желтое и красное. Зеленое – это минимальное количество ошибок, желтое – существенное, и красное – это критичное. Эти ошибки определялись специальным отделом качества по критериям Eyebrow Control, созданным в 2016 году. Ссылка на него есть в описании к этому видео. Когда мастер находился в зеленой зоне, это означает, что он соответствует наивысшим стандартам качества. Да. То есть ты пришла, когда мы уже оценивали… Да, я же вышла, да. Я переживала, что меня снимают со статуса ученика через месяц. Я думала, как так, я же еще реально учусь, а тут клиент, прям серьезный клиент. То есть тебе казалось… Потому что я вышла в зеленую зону. Тебе казалось, что стандартно надо полгода, как минимум, а то и пару лет вообще быть учеником, потом переходить на клиентов… Мне не конкретно по срокам казалось. Мне казалось просто, что по моим работам не рано еще. Ну то есть я такая очень… Меня убивает мой перфекционизм. По жизни часто. Вот. А вообще про обучение. Расскажи, как ты училась, кто тебя учил, что ты делала, чтобы стать мастером, который в зеленой зоне. Потому что на тот момент, я ремарку вставлю еще. На тот момент в зеленой зоне было не так уж много мастеров, и ты вышла в нее быстро. Ну почему я и заинтересовалась. Реально бах, и вышла. Не будучи художником, будучи просто врачом, который всю жизнь там, не знаю, резал животы? Ну вот, дистанционно. Нас обучали, я так поняла, тогда на этом этапе не распределяли конкретно на кого-то. Просто там была группа преподавателей. На тот момент было два преподавателя. Аня Дубовик и Белла. И они обучали дистанционно, давали там свои комментарии, обратную связь, что там правильно, что неправильно. Потом мы пришли где-то после уже Нового года сюда. Да, да, уже прям январь. Поштриховали неделю, наверное, на латексе. У нас было на тот момент, на момент окончания дистанционного обучения, может, человек шесть. Осталось, когда уже штриховали здесь в студии очно. Не буду врать, два-три, может быть. Ну да, да. Еще в процессе дистанционного обучения у нас там в начале было больше, к концу меньше. Ну да, то есть все этапы стандартные, они тогда еще будут. Вот, поштриховали мы на латексе, и все, нам набрали модели на тот момент. Это было быстрее, чем мы сейчас обучаем. Так прям, это было, по-моему, три дня. День бровей, день губ, день век. По одной модели каждый день там еще кто-то не пришел. Вот, и все, научились. Ну, девчонки тоже обучали, Аня, Белла. Они там по очереди приходили день одна, день другая. Они нас обучали на моделях. Ну и все, и, конечно, дальше мы вышли работать. Я постоянно дергала, там, посмотреть по симметрии, что-то там, какие-то вопросы там не ложится, там еще что-то не прокрашивается. Стрелки – это была вообще моя боль. Вот, поэтому дальше все. Сейчас такая тоже опять от меня ремарка. Преподаватель ее Аня Дубовик вышла наконец-то в зеленую зону, когда ты пришла на работу и стала ей помогать в видении по симметрии, чтобы у нее прокрас был хороший, а по симметрии наконец-то она вышла в зеленую зону, потому что у нее с этим была тоска и печаль. Короче, такой тандем образовали. Это ей помогает по штриху, как преподаватель, который обучал. А ты, я видела, все время подходила. Ну, мы и дружили, да, и мы друг другу на соседних кушетках, да, помогали прям во всем. И нам, и я, и такое, да. Мне кажется, тогда какая-то еще какая-то конкуренция, ну не то, что конкуренция… Она всегда была конкуренция, да. Всегда пытались… Короче, всегда мастера думали, что они, если кого-то научат, вот прям все расскажут, то это будет конкурент, отожмет клиентов. Ну, плюс еще… Я с этим воевала всегда. Ну, да, да. Ну, давай, как ты партнером стала, расскажи. Партнером стала? Как я партнером стала? Как-то так… Потому что я в какой-то момент с тобой познакомилась, потому что я же здесь редко уже тогда появлялась, помнишь? Да, а, у тебя был курс. Ты здесь во время курса какого-то длинного тусила долго, ну вот эти девятидневные. Да, да, да. Вот, и тогда вроде как начали общаться поближе, что-то там, что-то там про критерии, как что изменить, как что посчитать. Но у меня с цифрами проблем как-то не было никогда. Именно вот эти проценты все, да? Да, да. Что-то быстро посчитали и все. И что-то в тот момент, да, подзадумывались. Короче, это ко мне вопрос скорее. Ну да. На тот момент как бы партнером в Краснодаре начинала становиться вот в этом салоне, который давно работает, Белла Разманова. И потому что она была хорошим мастером, потому что она достаточно хорошо общалась с людьми, но я думаю, возраст может быть. Не знаю, что-то. Короче, она делала сплошные ошибки, меня это не устраивало. И тут я познакомилась с ней, с человеком, который, во-первых, в зеленой зоне, во-вторых, мне просто понравился. И у меня есть такой, я сразу, если хочу с кем-то дружить, я начинаю с ним дружить. Не спрячешься. И плюс, я увидела, как ты хорошо считаешь. То есть, мне это всё вот очень понравилось, и я просто захотела, чтобы она стала партнёром. Всё. Я как бы предложила, мы сделали тут же вот это перетрубаться, эти все какие-то передвижения внутри сети, они часто с моей инициативы были. Как бы Белла был хороший специалист, и чтобы её не потерять, в том числе как партнёра, я придумала, что она открывает другой салон. То есть, другой. Не тот, вот этот большой, где учатся постоянно мастера, где школа функционирует, а просто маленький салон, который будет работать с розницей, где не будет обучения, и она вот с этим маленьким справится. А вот с этим большим она не справлялась категорически, и я предложила, чтобы зашла ты партнёром, да? Ну, она, по-моему, там была история, что она сначала вышла, да, ну как-то, то есть, вы сначала отношения свои, да, разорвали в плане партнёрства здесь, а потом я узнала уже. Она даже и не стала. Здесь она, как бы, ещё юридически не стала партнёром. То есть, она начала, и всё, что её, как бы, представление быть партнёром, она надела очень красивое платье, стала здесь вот так вот ходить. Я помню, это так было мило, и по-детски, и у меня были сплошные там претензии, это не то, так, не то, и я понимала, что она напрягается, я напрягаюсь, это ни к чему хорошему не приведёт, и я решила вот перетрубацию такую сделать, и она ушла в маленький салон, а ты осталась здесь партнёром. На каких условиях? Полтора миллиона я внесла, и был, короче, целевой показатель по продажам общим, да, студия плюс школа, которые мы взяли там реально из какого-то там года, 2014-го что ли, да, что-то такое, и если я его достигну в течение года, вот с момента, как мы заключили сделку, тогда всё, я автоматически становлюсь партнёром, и дальше мне никаких доплат не требуется делать, ну и всё, и начали работать. Ну там же ещё была мелочь, а если ты не достигнешь, то тогда по условиям, которые написаны были в бумажке? Если я не достигну, тогда я могу, ну то есть могу не продолжать дальше, ну или что, нет, такого не было. У меня не было в голове, что я могу не продолжать, то есть у меня было понимание, что ну да, по-любому дальше будет, ну я хочу работать здесь, но было условие про то, что… Ты куда? Никуда. Расскажи, как хитрый Нечаевый хотели тебя обдурить. Я об этом, там было, что если ты не достигла этих показателей в течение года, за год работы, то у тебя, тебе деньги не возвращаются, и ты перестаёшь быть партнёром, потому что у тебя был год, вот эти полтора, а если бы ты достигла… Там этого вообще не было, там этого, ну там такого пункта не было. Мы можем поднять, посмотрим. Да, можем поднять, там нету пункта про то, что если я, ну вот, если я сам, а, нет, знаешь как… Если ты не достигла показателя… Да, да, если я не достигла показателя, да, это есть, я про другое. Короче, а если, ну я хочу, ну всё равно, да, продолжить, вот, то мне нужно будет, ну, мы считаем реальную стоимость компании на тот момент, да, актуальную за, там, последние полгода, определённая схема, и я просто доплачиваю эту сумму, которой не хватает, ну вот минус полтора миллиона, которую я уже внесла. Да. И всё, всё равно становлюсь партнером и работать. Да. Это если ты не достигла. Да, да, да. А на десятый или одиннадцатый месяц ты решила просто выйти. Тихо, читаем. Просто выйти. Десятый или одиннадцатый, ты сказала, я не справляюсь, я хочу уйти. Это можно вставить. Достичь показателя в 3800 выручки любой из месяцев на срок бла-бла-бла до первого июля. Так, читаем дальше, как только… В случае, если до первого июля 2018 года не будет достигнуть плановых показателей, показатель Евгения Якошкина теряет право на вход в состав учредителей на этих условиях и дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться отдельно. Да, я про другое говорю. Короче, смысл в том, что ты решила там в конце года уйти и тебе мы должны были вернуть, как ты считала деньги, а мы считали, что мы не должны были тебе их вернуть, потому что вот там в этом договоре, который вы с Димой подписали, не было прописано пункта, где ты уходишь и тебе в любой момент уходишь, там на одиннадцати с половиной месяцах уходишь и тебе все деньги возвращаются. То есть, ну поняла, да? Причём, в течение года ты забирала прибыль ещё. Забирала какую-то часть и забирала. То есть, у меня осталось там девятьсот, я помню. Да. Ну, я помню, что я тебе миллион отдала. Просто это была чисто моя инициатива, потому что я с ней дружила, потому что она действительно, я видела, что она как-то вот пропустила, может быть, на каком-то, не знаю, адреналине или чём, когда предлагали тебе это всё. Ну да, то есть я уже понимала, когда я выхожу, когда я уже всё на тот момент как бы решила, я понимала, что ну всё, я теряю, потому что это моя ошибка, да, мог быть такой вариант, но я его не предусмотрела, когда мы это всё обсуждали, прописывали. Ну вот, а если я прям не захочу, то есть, ну чё, сама дура. Ну и что, я тебе вернула эти деньги, несмотря на то, что там вот этот пункт, как бы я могла не возвращать. То есть, я тебе вернула, это большие деньги всё равно. Прошу заметить для протокола. А почему ты хотела уйти, это какой был момент, почему ты в тот момент захотела уйти, это как раз была вот эта фигня, когда всё разваливалось. Да. Расскажи, почему ты хотела уйти. Ну что, какой-то был такой… Был вот период, когда всё-всё хорошо, прям классно общались все партнёрами, вот прям всё классно. А какой-то настал момент, как-то стало всё резко плохо. Я не помню, после чего прям вот такой переломный. Наверное, после вот этого нашего какого-то очередного собрания. Я думаю, что очень много нововведений, которые обострили очень сильно, ввела Даша, маркетолог, которая пришла на тот момент. Остальная часть интервью касается 2018 года, который мы выпустим уже через две недели. Если вы ещё не подписались на канал, подписывайтесь, включайте уведомления и узнаете, что было дальше. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!